Здоровье в процентах жителей Москвы заявили о массовом лишении ДТИ инвалидности. 17 декабря 2019 года, 21.53. Дарья Малютина. Столичные следователи проверяют данные СМИ об участившихся случаях лишения больных детей статуса и инвалидов. Он дает право на получение льготных лекарств и путевок. После вступления в силу приказа Минтруда статус инвалида стали давать не по диагнозу, а по процентному показателю нарушений функций здоровья человека. Жители Москвы рассказали, как они пытаются добиться возвращения статуса своим детям. Столичное управление Следственного комитета проводит проверку по факту информации в СМИ о лишении детей статуса и инвалидов. Оказалось, что Бюро медико-социальной экспертизы, МСЭ, проводящее комиссию по присуждению инвалидности, в ряде случаев выносят детям отказ. Основанием послужил приказ Минтруда номер 1024-е на классификациях и критериях, используемых при осуществлении МСЭ граждан федеральными государственными учреждениями МСЭ. Согласно документу, инвалидность присуждается пациенту не на основании конкретного диагноза, а по нарушениям определенных функций здоровья, которые определяются в процентах. Статус инвалида присваивается при нарушениях здоровья от 40%. В РТ обратились родители, чьих больных детей лишили инвалидности. Они рассказали о том, как они теперь вынуждены самостоятельно покупать лекарства и оплачивать реабилитационные процедуры, которые ранее предоставлялись бесплатно. По их мнению, причина массового снятия инвалидности заключается в некорректных критериях, они убеждены, что статус должен присуждаться по диагнозу. Мой сын оказался никому не нужен. Москвичка Белла Исаева в одиночку воспитывает 12-летнего сына Ивана, имя изменено. РТ. Мальчик страдает тяжелой прогрессирующей бронхиальной астмой и эпилепсией. Инвалидность ребенку дали в 2012 году. После комиссии о признании ребенка инвалидом ему назначают индивидуальную программу реабилитации. Но это была не поездка в санаторий, а просто давали какое-то средство лечения. Причем зависело это от бюджета района в каждом месяце, рассказала А.Т. Исаева. Нам то давали корсет для спины, то пеленки, необходимые, так как из-за употребления препаратов ребенок страдает энурезам, то не давали ничего, ссылаясь на то, что денег нет. После очередного отказа в необходимых пеленках Исаева, стараясь решить проблему самостоятельно, стал использовать тканевые. Однако вскоре у нее сломалась стиральная машина, и в октябре 2017 года женщина пожаловалась на горячую линию общественной палаты РФ, которая была открыта специально по вопросам МСЭ. После этого женщину вызвали в Федеральное бюро МСЭ. Они сказали, что инвалидностью моего сына по диагнозу астма, то есть пеленки, которые они периодически выдавали, мне вообще не полагаются. А одна из сотрудниц бюро и вовсе мне сказала, что за то, что я пожаловалась в общественную палату, инвалидность с моего сына и вовсе могут снять, вспоминает Исаева. В апреле 2018 года состояние Ивана ухудшилось, медицинские документы есть в распоряжении. Однако врачи районного бюро МСЭ постановили, что мальчик здоров и в инвалидности не нуждается. По словам Исаевой, в районном бюро заявили, что предписание о лишении ребенка инвалидности прислали из Федерального бюро. Женщина девять раз оспаривала это решение, однако врачи стояли на своем, поражение здоровья составляет 20%, поэтому статус не положен. Белла не работает и все время старается посвящать сыну. После снятия статуса инвалида их лишили не только лекарств и реабилитаций, но и пособий. Летом этого года за необходимое сыну санаторно-курортное лечение женщина заплатила 130 тысяч. В Госдуме призвали разработать новые критерии установления инвалидности заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Гаварин в беседе из парламентской газеты призвал разработать. По словам Исаевой, она все силы бросила на то, чтобы вернуть сыну утраченный статус, вследствие чего у нее самой начались проблемы со здоровьем. У меня мама с онкологией и сын инвалид. Я была единственным здоровым звеном между ними и заботилась о них. Однако на фоне стресса у меня развился сахарный диабет. Все началось весной 2018 года, как раз когда сыну отказали в инвалидности в федеральном бюро, рассказывает Исаева. Тогда у меня резко поднялся сахар. Я впала в кому и месяц пролежала в реанимации. Поэтому пропустила все сроки обжалования решения комиссии МСЭ. Сейчас у меня уже 1,5 года держится сахар выше 35 моль. Литр крови. Нормальный уровень сахара составляет 3,5. Врачи сказали, что больше года я не проживу. Но я хочу жить, хочу сыну помочь. А не с мамой без меня никак. Исаева рассказывает, что раньше все свободное время посвящало развитию талантов сына. В апреле 2017 года Иван стал лауреатом Ха-фестиваля прикладного искусства молодых инвалидов «Мы вместе». Для награждения их пригласили в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, где проходила выставка работы Ивана. Гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова-Стребина выражала благодарность России за поддержку таких талантливых детей, а мне за воспитание одаренного ребенка. А сейчас мой сын оказался никому не нужен, лишив инвалидности. Они бросили его на произвол судьбы, рассказывает Исаева. В Москве есть программа поддержки талантливых детей из малообеспеченных семей, по которой им полагается поездка в Словению. После лишения инвалидности мы отправляли заявку на участие, а нам отвечали отказом на основании того, что ребенок больной. Получается, для отказа в поездке его болезни достаточно, а для присуждения статуса инвалида – нет. Переезд ради здоровья детей Евгения Дмитриева переехала с семьей в Москву из Ижевска в 2010 году. Как она рассказала А.Т., менять место жительства пришлось из-за здоровья дочери Оли, имя изменено, которая проходила лечение в московских клиниках. До 2011 года Оля лечилась в больницах и проходила множественные обследования. Врачи посоветовали Евгении подать документы в бюро МСЭ. В августе девочке присвоили статус инвалида. Однако в апреле 2018 года, после совершеннолетия Оли, сотрудники МСЭ решили, что оснований для продления инвалидности нет. Они лишь пояснили, что после 18 лет порядок присвоения инвалидности меняется и для этого должно быть сильное ограничение жизнедеятельности. Но у моей дочери серьезное генетическое заболевание, которое возникло на фоне вирусных инфекций и нарушения иммунитета. После совершеннолетия она не вылечилась, рассказывает Дмитриева. Сейчас врачи опасаются, что из-за того, что нам больше не выдают многие лекарства, у дочери может ухудшиться состояние. Кардиолог уже посоветовал принимать один из препаратов на постоянной основе. Сейчас дочь ходит в ортопедических стельках, чтобы уменьшить уплощение стопы, и посещает психолога. По словам женщины, санаторно-курортное лечение дочь не получала уже три года. Дело в том, что очередь Оли подошла в 2018 году, когда инвалидность уже сняли. А в этом случае на лечение она уже не имела права. Сейчас семья старается обеспечить девушку всеми необходимыми лекарствами, которые по инвалидности выдавались бесплатно. Лечение в санатории Дмитриевы себе позволить не могут. Хорошо учатся, зачем инвалидность? Москвичка Татьяна Малахова одна воспитывает 12-летнюю дочь Лену. Имя изменено. Проблемы со здоровьем у девочки начались с рождения. Тогда ребенку и дали инвалидность. У нас проблемы с почками. Без должного лечения они могут и вовсе отказать. Суставы дочери постоянно разрушаются, рассказывает Малахова. Однако в мае этого года Бюромса сняла с нее статус инвалида. Сказали, что дочь хорошо учится, а значит, готова к жизни. В таком случае инвалидность ей не нужна. При этом ежегодно в мае у дочери обострение и ухудшение анализов. Но они на выписке из медкарты даже смотреть не стали. Написали поражение здоровью 20%. И все. Но ведь врачи на свое усмотрение проценты посчитывают. Малахова попыталась оспорить решение в вышестоящих бюро, однако оно осталось в силе. Сейчас женщина вынуждена на свои деньги покупать необходимые дочери дорогостоящие лекарства. Помимо препаратов для поддержания почек, требуются сердечные, а также для суставов. У нее уже в ногах стоит винт и импланты. На днях врачи сделали операцию, рассказывает Малахова. Не верю, что это произошло. Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации. А.Т. Александре Комлевой из подмосковной Дубны дали инвалидность после публикации ее истории в проекте. А.Т. Не один на один. Ранней девушка. Малахова, Дмитриева и Исаева далеко не единственные, чьих детей лишили инвалидности. Они состоят в группе, где более 30 родителей пытаются добиться возвращения этого статуса для своих детей. Женщины рассказали. А.Т. Что в этой группе они делятся контактами врачей, переживают, поддерживают друг друга и, главное, пытаются привлечь к ситуации внимания общественности. С 1 января 2020 года в силу вступает приказ Минтруда номер 585-Н. По нему предлагается для детей с ДЦП и также ввести систему в процентах, а не по стадии. То есть он сможет ложку в руки взять или шаг сделать, и все, приспособлен к нормальной жизнедеятельности. А им столько нужно реабилитацию и ухода. Этого нельзя допустить, подытожили в беседе с А.Т. Женщины. Пока родители надеются на лучшее, следователи занимаются проверкой их историй, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В СК отмечают, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.